Доброго всем времени суток, друзья! Мы продолжаем наш обзор. Напомню, что находимся мы на проекте Arma 3 Altice Life и обозреваем остров Триум. Мы уже посмотрели некоторые из элементов этого острова, дизайн, ресурсы, ну и так по мелочам. Ну и есть еще на что посмотреть, давайте продолжим так сказать наше путешествие по этому острову. На заработанные в прошлой серии какие-то денежки я купил небольшой автомобильчик и сейчас мы бежим его забирать. И вот тут смотрите, во-первых стоит мост, что конечно же очень прикольно, а во-вторых видите вот такие вот маленькие невзрачные оградки, они не позволяют проехать автомобилю и в то же время дают возможность парохода и создают такую некую прозрачность. Почему нельзя оградить ковалу вот такими вот столбами? Зачем оградить огромные заборы? Вот непонятно мне. Ведь есть же перед глазами хорошее решение. Второе, смотрите как здесь выполнена табличка гаража. Здесь вся инструкция, когда машина была построена, кем была построена. Ну замечательно, вообще с табличками на этом проекте вообще все очень хорошо, мне все очень радует. Менюшки, таблички выполнены настолько красиво и замечательно. Нет слов на самом деле. Ну забираем нашу машинку. По этой машинке кстати на некоторых островах были вопросы. Была версия, что эта машинка какая-то там кривовастенькая, она очень здорово нагружает сервер. Не буду утверждать, что это на сто процентов верная инфа, но я был свидетелем как с одного из островов данную машинку убирали. Ну вот под предлогом, что она нагружает сервер. Не знаю, не знаю насколько это верно. Но тем не менее мы подъехали. А речь сейчас пойдет о том, что на этом проекте нет как таковой службы доставки, то есть нет почтовой службы. Но автор сделал вот такое вот интересное решение. В каждом магазине, в каком вы зайдете, есть естественно вот этот анимированный продавец. Красиво, здорово, опять таблички, таблички. И у него можно взять как видите работу. Есть три вида по-моему. Предлагаемых им же работ. То есть он скоростная доставка, пообычная доставка. Это и есть заменитель той самой пресловутой почтовой службы. Вот таким вот образом автор сделал здесь и работу курьера как бы, но и нет той самой стандартной работы почтальона UPS там или каких-то других известных фирм. Вот мы берем у него эту работу и смотрим карту. На карте отображено синим таким шестиугольничком, куда нам надо ввести эту доставку. Вот пожалуйста. Видите отметилось синим. Вот сюда нам надо привести эту почтовую доставку или как это назвать? Курьерскую доставку. В общем никакой анимации ничего нету. Просто как бы условно нам дается какой-то некий пакет или какая-то посылка, что-то там в общем. Ну условное. В отличие от стандартной почтовой службы здесь нет ни погрузки, ни разгрузки, ничего. Мы просто едем на точку, которую нам говорит этот продавец. Ну и вот мы подъезжаем. Нам надо доставить посылку вот в это здание. А это здание СТО, станция технического обслуживания. И вот опять слишком много белого и слишком пестрая зданица. Да, оно нестандартное. Я что-то не могу вспомнить, где я видел такое здание, но вот какое-то все в этом проекте, какой-то знаете без вкуса что ли. Все такое холодное, пестрое. Кстати вот с дверью беда. В дверь очень тяжело проходит персонаж. Очень проходит тяжело. Иногда даже не проходит. Посмотрите как все ярко, пестро. Просто ну кровь из глаз, вот честное слово. Ярко-желтые двери, белые стены. Лестницу практически даже не видно. Складывается полное впечатление, что все вот эти объекты, которые автор сюда добавил на эту карту, они как будто как бы недоделанные что ли. Вот видите, все белое, все белое или серое. Как бы текстур что ли не доделали. Вот перил нету там. Ну вот по ощущениям, что это какие-то недоделанные здания. Ну и автор их сюда вот нахрен начал. И заметьте, в Каваре тоже очень много зданий просто белых или серых. Чередуются кирпичные стены с белыми или серыми. Все, больше ничего нету. Не хватает какой-то стильности, вкуса какого-то что ли. Тепла, уюта нет на острове. Ну вот мы доставили нашу посылку. Обращаемся также к NPCшке, которая здесь стоит. У него же кстати можно и обратно взять обратную посылку. Ну вот сдаем ему посылку, но вторую я брать уже не буду. Но можно у него взять в каком-нибудь другом направлении. Не обязательно, что он послет туда же, но куда-нибудь он обязательно может отправить. Вот видите, двери, ну тут все белое, серое. Вот вырви глаз, честное слово. Нету вкуса, нету вкуса, нету ощущения тепла, какого-то уюта. Все такое холодное, недоделанное какое-то. Ну и ладно, мы отправляемся дальше. Дальше меня интересует магазин грузовиков. Хочу посмотреть, какие здесь есть модели автомобилей, какие грузовички представлены. И вот, не доезжая до магазина грузовиков, я встречаю вот такое вот сооружение. Что это, понять не могу. На карте это никак не обозначено. Стоит прямо посреди дороги. Как видите, на карте ничего не написано. Но электростанция это рядом, это не то, это не этот объект. Давайте заедем посмотрим, что это. И вот там стоит бот, ну NPC, как видите, по левой стороне. И вот, судя по его форме, она хоть немножко напоминает ментовскую, но это не менты. По-моему, это база некой группировки профсоюз, которые мы встречались в первой серии этого обзора. Вот у них такая же форма. Но я опять все-таки не уверен, а как видите ли, на карте это не подписано. Но она такая не военизированная, то скорее всего это профсоюз, который там помогал фармить медь и предоставлял автомобили. Вот видите, трибунка такая сделана. Ничего военизированного нету, поэтому я, исходя из этого, думаю, что это все-таки та самая группировочка, так сказать, нейтральная. Ну и вот сразу за ней стоит магазин грузовиков. Магазином это тяжело назвать, это шатер. Вот как я и сказал, да, нету какого-то стиля, нету вкуса. Вот как-то все, там все белым-белым, здесь просто шатер, ну, бог его знает. Как-то, ну, не стилизована вся карта, как-то не приведено к одному какому-то значению. Но, как всегда, менюшки просто радуют. Обратите внимание, как красиво это сделано. Помимо вот этой красоты, как выполнено это меню, да, оно еще и максимально информативно. К каждому автомобилю, представленному здесь, есть, ну, так назовем это условное описание, да, сколько багажник, что это за машина, все-все написано. Блин, ну, еще раз похвалю автора, что молодец, выбрал вот этот вот мод с табличками с этими, или как это назвать, не знаю. Ну, красиво, красиво, доступно, очень симпатично сделано, слов нету. А вот что касаемо транспорта, я бы сказал, что транспорт обычный, такой, на большинстве островов он представлен. Да, мало стандарта, я бы даже сказал, практически нет стандартного армонского транспорта, вот там, за исключением, может быть, какого-нибудь краза, вот этого. Все остальное добавлено. Как видите, много машин, много. Есть машинки, как эта, например, у меня, что-то она под сомнением, как-то странно она прогружалась у меня в первой части. Но, как видите, есть, есть транспорт, есть чего выбрать. Представлен здесь же в одном списке и дорогой транспорт, и, так сказать, бюджетный сегмент. Так что есть из чего выбрать. Есть красивые модельки. Ну, вот магазинчик не очень, не очень выглядит, конечно. Но, как я говорю, нету какого-то стиля вот на острове. Ну, а мы возвращаемся в Ковалу. Для того, чтобы продолжить путешествие по этому проекту, по этому острову, мне нужно взять с собой еды, воды и тому подобное. Заодно и смотрим, как выполнил банкомат. Банкомат тоже так слегка удивляет, так скажем. Такого меню я не видел. Меню какое-то тоже уникальное. Но оно тоже красивое, хотя и не выполнено в одном стиле, да, с магазинами, например. Оно отличается. Ну, читаемое. Вот в зеленом отмечено то, что у меня на карте. Сидим, то, что у меня в наличке. Снимаем тысячу для того, чтобы взять воды. И идем, смотрим, что еще есть. Рядышком есть интересный магазинчик. Это я его решил показать. Здесь покупаются интересные лицензии. А именно, вот обратите внимание, на приватный магазин и на клановое убежище. Ну, клановое убежище я не знаю, что это такое. А первая надпись, приватный магазин, говорит о том, что здесь можно ставить свои магазинчики и продавать свой товар. Но для этого нужно владеть каким-то количеством золота. Золото я вам уже показывал, где можно добыть. Ну, или купить на сайте у разработчиков. Дальше, как всегда, мы смотрим меню. Меню магазина. Это нечто вообще уникальное, конечно. Посмотрите, как все выполнено. То, что я беру, ложится на столик. Там есть крестик, видите. Можно удалить, если не нужен этот предмет. Все ошибочно выбрали. Единственное, что мне не понравилось в этом магазине, это вот этот вот мешок. После покупки, видите, вот этот красный мешок падает. Потом, если вам надо что-то еще раз купить, этот мешок, зараза, мешает подойти к продавцу. С ним и так тяжело взаимодействовать, а этот мешок еще и мешает подойти к нему. Вот это единственный косячок, который мне не понравился. Ну, а так вообще меню и магазин сделаны, конечно, классно. Ну, а вот те самые заборы, про которые я говорил, да. Ну, почему нельзя было их оградить, вот эти территории, вот теми маленькими беленькими столбиками. Из-за этого появилась бы прозрачность на проекте. И, ну, не надо было бы людям столько бегать. Смотрите, какой длиннющий забор. И чтобы вам оттуда выйти, вам надо сделать просто круга. Вот, например, видите, он человек бежит. Вот, вот вам яркий пример того, что человеку надо выйти, ему надо пробежать вот туда, в ту арочку. А ведь можно было бы просто оградить вот теми столбами, которые стоят на мосту у гаража. Ну и КПФ, мое любимое КПФ. Но заметьте, здесь нету ментов, и здесь всегда открыты шлагбаумы. В отличие от других проектов. Ну и тем временем мы подъезжаем к объекту, который на карте подписан как бандитский лагерь. Как такового бандитского лагеря я пока не вижу. Но вот здесь стоит эта метка. Пока что перед нами разбитый домик огородника Анатолия. Не знаю, где здесь бандитский лагерь. Ну, давайте побегаем, посмотрим. Пока никаких признаков того, что здесь бандитизм, я не вижу. Здесь ничего нету. Вот в этом здании что-то стоит. Ага, вот так выполнен здесь лагерь бандитов. Все, что здесь можно сделать, это купить, насколько я понимаю, все принадлежности, нужные вам для нелегальной работы, и, конечно же, бандитскую метку. Вот эту. Выполнено все вокруг, ну, я бы сказал, не антуражно. Это больше похоже на разбитый сельский домик. Ну, в общем-то, вот как я и говорю, да, ну, нету какого-то стиля на этом проекте, где-то вместо магазина стоит шатер, где-то вместо бандитского лагеря домик огородника Анатолия. Вот как-то все несуразно, что ли, как-то все не клеится, нету стиля, нету... Не знаю я вот как объяснить. Вот мне пока тепло и неуютно здесь почему-то, вот я не знаю. Вроде все хорошо и прикольно, и экономика хорошая. Ну, вот здания построены... Вот, кстати, прикольное здание. По-моему, единственное в деревянном стиле, выполненное на этом проекте. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, вот видите, оно такое под дерево сделано. Текстурки наложены на такого теплых деревянных тонов. Ну, а внутри у нас вот такое вот заведение. Ну, это что-то типа бара. И я предполагаю, что здесь будем торговать алкашкой. Обычно это делается вот в таких вот заведениях. Давайте встанем к этому NPC-шке, попробуем с ним взаимодействовать. Очень тяжело поймать вот этот триггер. Лучше это делать вот от первого лица. Как всегда, анимация приятная. Ну, и смотрим, что здесь можно сделать. Давайте посмотрим его магазин, и тогда станет все ясно. Да, есть кнопка продать. То есть здесь мы будем продавать алкоголь. Ну, вернее, те, кто будет заниматься на этом проекте алкоголем. Сдавать готовую продукцию надо будет вот сюда. Вот эту кнопочку жмем, и, видимо, продаем свою продукцию алкоголя. Ну, а напротив, как всегда, просто жутко пестрое здание с кривыми текстурами и стоящими рядом NPC-шками. Но я с ними взаимодействовать, как видите, не могу. Это, видимо, здание какой-то группировки будет. Может быть, байкер или что-то такое. Но, опять, здание просто вырви глаз, блин. Вот, как я говорю, тут все кирпичное, серое и белое. Все. Хотя, надо сказать, что внутри-то все-таки посимпатичнее, чем снаружи. Видимо, внутренние текстуры особо не меняли. Но вот эти вот кислотные цвета, конечно, вообще не в тему. И понять, что здесь будет, очень тяжело. То ли какой-то мега автосервис, то ли какая-то байкерская конторка. Бог его знает. Вот серьезно, предположить даже не могу, что это здесь будет такое. Но стоят NPC-шки, NPC-шками взаимодействовать нельзя. Значит, это прописано для какой-то группировки. Но байкеров я на острове пока не видел. И даже магазинов с мотоциклами я что-то пока не видел. Не знают, что здесь будет и что здесь вообще есть. Кто пользуется этим зданием, предположить даже тяжело. Но выглядит здание отвратительно, конечно. С текстурами вообще беда. Вот складывается полное ощущение, что автор и разработчик этой карты только-только начинает работать с маппингом, с текстурами. Потому что все как-то вот кривовастенько сделано. Куда не ткни, все криво. Да, есть уникальные объекты, но они некрасивые, они кривые, они не текстурированные. Как я уже и говорил, нету какого-то единого стиля. Из-за большого количества вот этих вот нелепых, кривых, некрасивых зданий теряется как-то атмосферность. И те уникальные фишки, которые мы здесь посмотрели, начинают теряться среди этой нелепости. Но на острове есть еще много чего посмотреть, и мы обязательно на этом займемся. Но, наверное, уже в другой части. А на этом у меня все. Увидимся в новом видео. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok